Хорошо, ну а мы двигаемся дальше. Игорь Иванович, вы еще отдохнете или сразу делаете? Давайте сразу. Профессор Именитов, Игорь Иванович. Добрый день. Ну, в общем, тема, с которой часто довольно выступаю, это наследственные опухолевые синдромы. Разумеется, здесь речь идет скорее о каких-то новых находках. На этом будет акцент. Ну, вообще, наследственных опухолевых синдромов не так уж много. Их примерно несколько десятков. Причем, что немножко удивительно, что с появлением экзомного секвенирования, с появлением полногеномного секвенирования, огромное количество пациентов протестировано. И, честно говоря, изначально то ожидания были, что огромное количество новых нозологий появится. Ничего подобного нет. Даже на самом-то деле, если говорить о новых генах, известных наследственных раках, например, наследственный рак толстой кишки, несмотря на, наверное, примерно десятилетия систематических экзомных исследований пациентов с наследственным раком толстой кишки, ничего нового там не появилось. Поэтому, как ни странно, здесь, в общем-то, прогресс немножко медленнее, чем верилось в эпоху появления всех методов НГС. Ну, так или иначе, что очень нас увлекает? Дело в том, что вообще вся генетика на самом-то деле – это наука о прародителях нации. И медико-генетические заболевания – редкая категория медицинских патологий, где действительно есть межнациональные различия. Потому что у каждой нации свой пул прародителей, и, соответственно, получается в какой-то степени случайный набор мутаций. Поэтому действительно получается, если национальные группы могут сохраняться изолированными, то получается, что у них свой уникальный набор генетических заболеваний. На самом-то деле, в качестве примера могу привести, что одну из новых медицинских патологий – особая форма эритроцитоза, связанная с гипоморфной мутацией в гене фон Киппель-Линдау. Открыли-то у Чуваша, это так и называется – чувашский эритроцитоз. Ну, на самом-то деле, мы очень внимательно подходили к попыткам открыть новые гены. Извините, в первую очередь, все-таки, сделать анализ этно-специфических мутаций. Вот, посмотрите, у нас эта работа сейчас, у нее уже появились результаты. Мы очень систематично набирали больных с клиническими признаками наследственного рака молочной железы и яичника на Северном Кавказе. Там интересный регион, потому что там примерно 7 или 8 автономий, которые принято называть республиками. И там, ну, примерно больше 10 больших национальных групп. Получается, что, в общем, как и следовало ожидать, что мы показали. С одной стороны, как ни странно, гены БРК-1, БРК-2 действительно являются универсальными, то есть практически нет таких национальных групп, где наследственный рак молочной железы и яичника представлен мало. То есть везде прародители с мутациями БРК были. Ну и, во-вторых, что и следовало ожидать. Посмотрите на эту карту для любой национальной группы. В общем-то, характерно присутствие своих повторяющихся мутаций. Это на самом-то деле важно, потому что на сегодняшний день всех пациенток подряд с раком молочной железы полностью обследовать не будешь. А на повторяющиеся мутации можно. И вообще на самом-то деле у нас вот сейчас, когда мы говорим про диагностику, это внедрено в практику, когда приходит образец. Мы сначала смотрим национальность, в зависимости от этого планируем диагностику. Все-таки, по крайней мере, онкологов куда больше увлекают не диагностика и не биология наследственных раков, а возможности лечения. И здесь удивительная на самом-то деле ситуация. Оказалось, что практически все наследственные опухоли, они несомненно являются с точки зрения клиники фенокопиями спорадических раков. То есть они одинаковы. Но, как ни странно, у них особенности патогенеза и лечат их действительно в зависимости от диагноза. Ну, в этом плане самое удачное, конечно, пример – это самый частый наследственный синдром, наследственный рак молочных железояичников. Здесь существенно, что БРК-дефицитные клетки, они не могут справляться с правильным восстановлением двунетевых разрывов ДНК. И поэтому целый ряд препаратов, которые избирательно вызывают двунетевые разрывы ДНК, эти препараты оказываются очень удачными для лечения наследственных раков. И на самом-то деле у нас есть довольно много работ в этом направлении, потому что очень простой и дешевый препарат – цисплатин – он действительно обладает явными эффективностью для лечения наследственных раков молочной железы. Но в целом, справедливости ради, наследственные раки молочной железы, они вообще хорошо чувствительны к некоторым другим видам терапии, например, к антрациклинам. И поэтому, соответственно, очень часто, когда видят диагноз наследственный рак, сначала делают предоперационную терапию, не адювантную, в надежде, что уменьшится размер опухоли и операция станет проще. И потом уже анализируют эффективность при помощи морфологического обследования. И вот тут для практикующих врачей очень важная проблема. Дело в том, что дается предоперационная терапия, удаляется тот участок, где в молочной железе была опухоль, а дальше все в руках морфолога. Он смотрит, единичные опухолевые клетки остались или нет. Если единичных опухолевых клеток нет, это называется полный морфологический ответ. Это синоним излечения. Такие пациентки даже потом постоперационную терапию не получают. А вот если остались опухолевые клетки, это очень плохой прогноз. Такие пациентки, как правило, рецидивируют, и там тоже своя наука. Им, как правило, меняют послеоперационную терапию, назначают другую терапию после операции. Соответственно, мы, когда планировали работу, у нас совсем стояла задача, ну, как мне кажется, примитивная. Мы знали, что каждая опухоль БРК, ассоциированная, обязательно имеет мутацию в гене П53. И, соответственно, мы были почти уверены, что мы сможем показать, что при помощи высокочувствительных тестов, это цифровая капельная ПЦР, мы сможем найти случаи, когда морфолог ничего не видит, а мы видим единичные опухолевые клетки. Это, сказали бы гематологи, минимальная остаточная болезнь. В онкологии и вне гематологии этот термин тоже применяется, но реже, честно говоря. Удивительно, на самом-то деле, у нас довольно приличное количество. У нас, если я правильно помню, 25 опухолей. Это много. Это БРК-ассоциированные опухоли, это предоперационная терапия. Выясняется, что там, где морфолог видит опухолевые клетки, разумеется, и мы видим мутацию П53, а там, где морфолог ничего не видит, там вот подобный суперчувствительный тест, который выявляет одну мутантную копию генов в присутствии 10 тысяч нормальных. Нет никаких признаков минимальной остаточной болезни. И вот тут есть какая-то философия или биология опухолевого роста. Оказывается, все-таки у женщины предначертано. Всех начинают лечить предоперационной терапией. У кого-то опухоль моментально исчезнет в процессе очень короткого курса терапии, и они излечатся, а кому-то предначертано судьбой, что эта терапия оказывается неэффективной, и будет остаточная опухоль. То есть получается, что мы привыкли все-таки рассматривать вот эту динамику опухоли как continuous variable, как какая-то траектория переменная, что на каком-то этапе эта опухоль становится меньше, 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 а потом исчезает вообще. В этом смысл сверхточных тестов. Нет ничего подобного. Здесь либо сразу все опухолевые клетки исчезают, либо, если уж остается этих клеток, то много. То есть здесь нет ситуации, когда очень маленькое количество клеток продолжает персистировать. Эти слайды про лечение рака яичника я уже показывал. Идея заключается в том, что производные платины всем пациенткам с раком яичника дают вне зависимости от диагноза. И мы показали много лет назад, что те пациентки, у которых мутация БРК, разумеется, они платиносодержащую терапию получают, они на нее отвечают хуже. Но на самом-то деле это очень важный вопрос. Каким образом клетки приспосабливаются, адаптируются к терапии? И в отношении БРК ассоциированных опухолей есть очень простой механизм. И при этом очень элегантный. Посмотрите, вот это у нас нормальное предложение. Но это все-таки слайд для понимания более широкой аудитории. Это нормальное предложение. И, соответственно, нормальная последовательность гена БРК. Здесь не будет эффекта от производных платины. Вот это мутация БРК. Это выпадает один или два нуклеотида или вставка. Это сдвиг рамки считывания. Получается у нас здесь был большой рыжий кот, который поедал крысу, а вот здесь уже ничего нет. Как опухоль ухитряется адаптироваться к подобной терапии? Вторая мутация. Посмотрите, выпало еще две буквы. Да, конечно, картинка – кот потерял цвет, это так. Но при этом смысл-то восстановился. Вот эта вторая мутация – очень элегантный механизм, который приводит к тому, что опухоли наследственные адаптируются к терапии. Мы несколько лет назад сделали очень эффектные работы, которые заставляют о многом задуматься. Мы показали, что если брать краткосрочную терапию, предоперационную терапию пациенток с раком яичника, то там нет механизма второй мутации. Но оказывается, в исходной опухоли персистируют единичные клетки с сохранной функцией БРК. Если с резистентностью к платине во время терапии, они заполняют массу опухоль. Когда терапевтические каникулы, то все возвращается к исходному. То есть есть две популяции – агрессивные опухолевые клетки, которые чувствительны к терапии, и менее агрессивные опухолевые клетки. Они персистируют, но составляют меньшую часть опухолевой массы. Но они, к сожалению, обеспечивают выживание опухоли в процессе терапии. Получается, что каким-то образом опухоль знает, как ее будут лечить, и она к этому готова. Проблема всегда у этих работ – воспроизводимость, потому что это все-таки тонкая достаточно материя, и нам очень хотелось бы, чтобы все-таки в независимых руках что-то похожее показали. Ну и вот посмотрите, совсем недавно вышла работа. Это наши итальянские коллеги. Это уже их опухолевый материал. Здесь и методики были немножко другие. Ну, в целом, в общем-то, это подтверждается. Да, действительно, какая-то часть БРК-ассоциированных опухолей действительно имеет персистенцию опухолевых клеток. Ну и что, опять же, важно для этой узкой области – нет никаких вторых мутаций. Вот это важно, что вторые мутации, их много цитируют, но это на абсолютно предвеченных больных. А вот то, что обеспечивает, в принципе, неудачи терапии, там другие механизмы, не вторые мутации. Ну, мы пытаемся, соответственно, очень систематически пытаться находить способы лечения подобных пациентов, потому что мы понимаем, что опухоли гетерогенные, и мы хотим все-таки добиться полной элиминации опухолевых клеток. То есть, по сути дела, речь идет о том, как преодолеть эту резистентность. Ну, посмотрите, у нас довольно давно идут клинические испытания схемы цисплотин и метамицин, которая, в общем-то, явно лучше, чем все другие. И более того, сейчас уже и рандомизированные испытания есть, когда эта схема сравнивается со стандартными схендами, то есть здесь есть понятие опыт и контроль параллельные. В общем, действительно, она показывает свое преимущество. Вообще, на самом-то деле, вся эта наука о лечении наследственных раков, она, опять же, достаточно важная, и здесь биология переплетается с клиническими какими-то поступками. Ну, например, при раке яичников это очень важно понимать, что большая часть пациенток их стараются сразу прооперировать, несмотря на все риски, несмотря на то, что операция обширная, потому что считается, что так результаты лечения лучшие. Там, где совсем не удается прооперировать, там дают так называемую предоперационную терапию. Она очень упрощает операцию, потому что примерно в 4 раза сокращается время операции, и, разумеется, объем маленький, и там намного меньше осложнений, намного меньше рисков. Что мы показали? Что, оказывается, именно для БРК ассоциированных опухолей прогноз, если мы начинаем лечить с терапией, не ухудшается. Это важно, потому что получается, что у каждой третьей пациентки можно не рисковать со сложной операцией и сразу начинать системной терапией. Более того, если рецидив все-таки возникает, он анатомически локализован. Это всего один-единственный клон. Соответственно, это, опять же, призывает к тому, что немножко менять подходы к лечению, потому что это когда у нас не системный рецидив заболевания, а один-единичный очаг. Здесь есть, в общем-то, топические методы воздействия. Это и радиохирургия, и открытая хирургия, и так далее. Еще одно важное направление работ БРК. Ассоциированные опухоли имеют очень хорошую терапевтическую мишень, но очень хочется найти ненаследственные спорадические опухоли, которые также хорошо будут отвечать на производные платины или похожие препараты. Здесь наш собственный тест на геномную нестабильность, который, по сути, выявляет последствия неправильной репарации двунетевых разрывов ДНК. То есть, этот тест, он выявляет БРК-подобные клетки. Сейчас мы на практике его применяем. Это то, что уже внедрено в такую повседневную клиническую работу. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Нович. Коллеги, вопросы профессора имени того? Ну, я пока спрошу, у меня через такой вот школьный вопрос. Вторая мутация. Первая мутация – это Берсея и по 53, или комбинация. Вторая мутация – это возвращение Берсея к дикому типу, или это нечто другое, что компенсирует дефицит репарации? Это обратная мутация, по сути дела. То есть, она становится диким, да? Да, это возвращение к БРК, к полноцентной функции. Хорошо, тогда другой вопрос. А как вы можете дифференцировать, что это вторая мутация, которая дает возвращение к дикому типу, или это предсуществующие клетки, которые уже были дикими? Дело в том, что это как раз делается, потому что здесь на самом-то деле есть методы высокочувствительного анализа, и здесь же сравнивается вся траектория опухоли. И на самом-то деле мы же берем там эти серийные образцы на время лечения пациентов, и сказать, была ли мутация или нет мозаичная, это можно при помощи методов. Все та же цифровая капельная ПЦР. То есть, единичные мутации, если она предсуществующая, ее можно найти. Но это же не мутация, это просто дикий тип бересерии, да? Ну, в том-то и дело, что это все-таки жалко, что все время убирают слайды, потому что получается, что самое-то правильное показать на картинке, а когда вопросы задают слайдом, то нужно возвращаться зачастую. Может, мы вернем презентацию? Потому что здесь на самом-то деле идея такая, что сначала выпадает, допустим, один нуклеотид, полностью нарушение рамки считывания, потом выпало еще два нуклеотида, удалилась одна аминокислота. С кошками это понятно. Удалилась одна аминокислота. Ну, да, это дикий тип, но без одной аминокислоты функционально. Это абсолютно полноценный белок, который полностью выполняет все свои функции. Но он отличается от нормального, потому что... По секвису вы этому же отличаете. Да, да, да. Мы вот это же видим, это нижняя строчка. Нет слова red, рыжий. Понял, спасибо. Да, пожалуйста, Владимир Александрович. Елена Мич, большое спасибо за доклад. Верните, пожалуйста, слайды. Я хотел, знаете, что у вас уточнить. Вот остаточная опухолевая болезнь, вы знаете, с каким фактом столкнулись? То есть мы когда-то занимались определением метастазового лимфоузла с помощью ПЦР. И понятно, что он гораздо чувствительнее, чем гемотоксилин и азин, и даже чем окрашивание антителами. Ясно, что такого исследования в наших морфологических лабораториях не делают. Но когда мы попытались внедрить ПЦР-метод, который как минимум на 30% чаще выявляет метастазы, нам сказали, что вы выявляете микрометастазы, а во всех рекомендациях написано, что они клинически незначимы. Вот это к вопросу о остаточной опухолевой болезни. Насколько вот это минимальное количество клеток, которые можно обнаружить с помощью ПЦР и цифровых ПЦР, клинически значимо? У вас плохие собеседники некомплинифицированные. Дело в том, что на самом-то деле вся наука на онкологии, это в том числе и наука о микрометастазах. Я вам могу привести массу клинических примеров. Допустим, при назначении адювантной терапии меланомы принципиальное значение имеет метастазы в лимфоузлы, и написано, что микрометастазы, они имеют такую же клиническую значимость, как и макрометастазы. Поэтому на самом-то деле тут есть две вещи. На сегодняшний день, если мы говорим про клинические правила, однозначно при поиске микрометастазов приветствуется. Считается, что это клинически значимо. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день это так. Другое дело, что абсолютно справедливо, что, честно говоря, целые поколения хирургов воспитаны на радикальности, исходя из того, что как можно больше удалить пограничных здоровых тканей, чтобы уменьшить риск присутствия единичных клеток. Вся современная наука показывает, что даже подобное обширное вмешательство редко радикальное. И более того, на самом-то деле, вот если брать, например, рак толстой кишки, то там есть какие-то указания на то, что все-таки какое-то количество пациентов живет с минимальной остаточной болезнью без рецидива. То есть какие-то пациенты могут справляться с каким-то маленьким количеством клеток. Но я очень протестую в отношении подобных клинических рекомендаций, потому что если они где-то есть, я думаю, что это извращенное толкование, потому что здесь куча работ. Сейчас же появились эти методы детекции единичных опухолевых клеток. Допустим, что делают при раке толстой кишки? Если ПЦР выявляет единичные опухолевые клетки, назначают одевантную терапию после операции. Если не выявляют, не назначают. То есть это целая наука на самом-то деле. Я согласен, потому что даже когда-то промелькнул вариант, когда метастазирование определялось буковкой М. Именно молекулярными методами определенный метастаз. Но потом это исчезло. И как с вашей точки зрения? Вот такие ПЦР-методы определения остаточных каких-то опухолевых клеток, в частности в линфоузлах, они имеют перспективы практического применения? В первую очередь имеют перспективы для отказа от послеоперационной терапии. Это называется одевантная терапия. Вот тут несомненная перспектива, потому что все равно химиотерапия профилактическая – это большое зло. Оно приносит очень много мучений. И когда есть обоснованная возможность от нее отказаться, это здорово. Если говорить по существу про клиническую значимость, 20 лет назад онкологи считали, что единичная опухолевая клетка персистирует у человека – это приговор. А сейчас выясняется, что размер имеет значение, и какое-то количество пациентов после удаления большей части опухоли могут справляться с персистирующими опухолевыми клетками, которые в том числе могут персистировать всю жизнь. И такие есть данные, хотя, опять же, тут зачастую очень много не очень достоверной информации. Например, циркулирующие опухолевые клетки у пациенток с раком молочной железы находились спустя 10 лет после операции, а потом выяснилось, что это не опухолевые клетки, а эпителиальные клетки. Просто была неверная концепция, что эпителиальных клеток не должно быть кровотоки. То есть это такая область, которая будет развиваться. Спасибо. Спасибо, коллеги. Евгений Новос, спасибо.